Сейчас они почтовый ящик откроют. Школа имени пришкольника села Волтгейм вступила во второй сезон развивающей игры, который по всей стране разворачивает рыбаков фонд. Директор школы Андрей Бялик рассказал, что в ходе игры возникает, развивается и взаимодействует во множестве полезных дел все школьное сообщество. Дети, педагоги, родители, партнеры школы и даже односельчане. И кроме этой пользы, правилами игры предусмотрены еще и денежные награды, индивидуальные в десятки тысяч рублей и коллективный гран-при, один миллион рублей на всю школу. Игра, так называемый, «Рыбаков School Award», школьная награда от фонда «Рыбаков фонда». Рыбаков фонд, основатель его, довольно известный предприниматель Игорь Рыбаков, входящий в том числе в список «Форбс», фондом руководит его жена Екатерина Рыбакова. Уже несколько лет действует этот фонд, они в различных направлениях, в том числе и в сфере образования. Насколько я знаю, они создают даже частные детские сады, там «Рыбаков Play School», работают со школами. Работа эта заключается в том, чтобы сделать школы России сильнее благодаря открытому сообществу, чтобы школа стала местом силы и эпицентром социальных изменений по притворению в жизнь самых смелых проектов. Все задания игры помогают в решении текущих задач школы, при этом они интересны и не отвлекают от учебы и работы. В этом сезоне игры шансов на победу стало больше, их увеличил в том числе и сам Андрей Яковлевич. В «Рыбаков фонде» активного директора из нашей дальневосточной глубинки заметили особо, и он уже участвует в принятии решений. Сейчас номинаций гораздо больше, во-первых, это не одна награда, уже по три. То есть три школы получат по миллион рублей, плюс там три выпускника, три ученика, три родителя, три учителя и даже, по-моему, три администратора в этом году. Кстати, эта идея родилась уже в этом году летом, я ездил по приглашению «Рыбаков фонда», они собирали там 25 человек со всей России, таких активных, да, как они сказали, целеустремленных, сумасшедших в хорошем смысле этого слова людей. Новый сезон игры только начался, школьники-прешкольники выполняют первые задания, создаются общества в мессенджерах, разрабатывают элементы своего бренда, проводят социсследования. Сложность заданий будет расти, впереди 8 месяцев игры и 9 её марафонов. Андрей Бялик предложил коллегам из других школ области тоже включаться в это полезное движение. Полная запись эфира на портале reamir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21.